А у вас есть мечта? Мечта? Куда? А почему? Ну, уже... Везомно уже, не, надоело. Наверняка почти каждый Улан-Удэнис замечал в городе вот такие объявления. Ими обклеен весь город. Даже здесь подобных листовок штук шесть. Очевидно, что эти самые помощники не государственные организации. Почему алкой и наркозависимые люди сначала обращаются сюда, а потом боятся возвращаться в подобные конторы, и в итоге оказываются либо на улице, либо попадают в наркодиспансер? Попробуем разобраться. Не пьющий? А вы почему в реабилитации от вас перегаром пахнет, во-первых? Перегаром пахнет. День рождения отмечал вчера. А, понятно. А почему не обращаетесь в реабилитационные центры? Да, не советую. Почему? Потому что относятся там плохо. А в негосударственных, да? В частных? Да. А почему плохо? Как плохо относятся? Расскажите, пожалуйста. То, что отношения там плохое. Бесплатно заставляют работать? Да. Что еще? Не кормят нормально, питания нет. Кого бы мы ни постречали, все наотрез отказываются от реабилитации. Их даже не привлекают такие аргументы, как питание, восстановление документов и избавление от зависимостей. Там кормят же и так далее. А там что, работать надо? Опять, дрова колоть у меня здоровье нет. А вы работать не хотите? Нет, у меня спина воли. Понятно. Чем же людей так отпугивают частные реабилитационные центры? Мы позвонили в один из таких. По всей видимости, в России их целая сеть. А где находиться надо будет? Давайте вам сейчас перезвонят. Суануды, ребята, буквально минуты. Медикаментозным мы не лечим. А как? Ну так, на силы воли что. Чем чревато, если этой самой силы воли человеку не хватит? В период ломки все равно страдает все системы. В первую очередь сердечно-сосудистая система. Поэтому, как правило, смерть наступает от сердечной недостаточности. То есть там можно легко как бы умереть? Да, да. А негосударственные центры, как правило, это без оказания медицинской помощи, потому что никто из них не имеет лицензию на медицинскую деятельность. То есть без первого этапа дезинтекционной терапии. Она вчера приступила после почти годичного забоя. Плюс у нас страдает эпилепсия. Получает карбомазепин длительное время. В связи с тем, чтобы приступов не было, карбомазепин вчера, видим, был назначен ей большим дозам дежурным доктором. Поэтому, возможно, это состояние связано с противоэпилитическим препаратом? Мне не надо сюда. Здесь я одна. Зачем мне одна? Мне надо с кем-то разговаривать хотя бы. Хорошо. Условия содержания в частном центре реабилитации вызывают вопросы. Если в госучреждении все понятно – койки, палаты и комнаты досуга, то там… Ну, квартира у нас съемная. Трешка. Там братья с тобой так же проживают. Это не так же, там, кто алкоголик, кому-то проблемы с жильем. Сначала мы не поняли, почему именно братья, а потом как поняли. Трудотерапия, чтение Библии, там, по вечерам общение. По вечерам Библия, а днем… Разгрузка, погрузка такая, короче, в общем. Грузчики разнорабочие. Мы работаем, зарабатываем, находимся на самообеспечении. Заработную плату мы не платим. То есть, работать за еду, чувствуются нотки рабства. Так почему же люди все-таки идут в такие центры? Обращение и лечение в республиканский наркологический диспансер, оно очень стигматизировано в нашем обществе. Во-первых, есть ограничения по трудоустройству. Это лица, которые состоят у нас на учете. Они не имеют права на вождение автотранспортом, права владения оружием, на трудоустройство, на ограничения тоже по трудоустройству. А вы обращались хоть раз в реабилитационные центры? Нет, конечно. А почему? А зачем? А вас устраивает такая жизнь? Ну, пока устраиваю, я на ногах. Ну, я сам алкоголик бывший, еще особенно. Вы бывший алкоголик? Конечно, да. А как вы излечились? Вы излечились вообще? Да, полностью. А каким образом можно узнать? Ну, подавженка. Фашистский образ. Сейчас тебе мозги простреливают электрическим током. Сразу вылечишься. Но тяжелым способом. Это, конечно, не выход с положения. Ну, а сейчас это жизнь прекрасна. Сейчас методика в наркодиспансере намного гуманнее. Трудотерапия тут не мешки ворочать, а шить. Психотерапия не читать Библию, а разговаривать со специалистом. Ну, у меня есть такой вопрос, куда лучше обращаться с зависимым людям? Это, очевидно, в государстве? В государстве, да, конечно, только государственные медицинские организации, где на любом этапе помогут. Либо же это центральные районные больницы, либо же это республиканский наркологический спонсор. Надо жить дальше, не надо падать на колени. Что-что? Не надо падать на колени. А вы что делаете? А я не падаю.